всем привет вы на канале кайби и с вами екатерина и мы продолжаем проходить любовь деньги рок-н-ролл в общем по поводу предыдущей серии я вообще промолчу так что продолжим утро за городом и утро в душном токио это две большие разницы я так давно не выбирался на природу не просыпался на заре разбуженный при я прямым морозным ветерком и пением птиц пряным так давно утренне солнце не ласкал мое лицо своими приветливыми лучами совсем иначе чем за затхлой комнате моего дома казалось я готов горы свернуть однако всю идиллию нарушал чей-то голос нас точно требующий моего внимания и это было не химицу мне не хотелось открывать глаза чтоб подождь сохранить о приятное ощущение утренней полудремы тогда мой мир начал раскачиваться все сильнее и сильнее а голос еще и настойчивее звал меня по имени николай о боже мой по ходу он вычислил вас надо мной стоял реноски сан и тряс меня за плечи реноски саном вы не это успокойтесь он даже не пытался скрыть раздражение на обычном бесстрастном лице она это бабка все рассказала проснулся ну наконец-то что что вам нужно сознание упорно не хотела возвращаться из стран и страны грез отец химица отошел на шаг назад николай ты отчего то совершенно не воспринимать то что тебе говорят не уже это действительно хочет поставить на себе крест одним приколом я встал и от этого у меня на секунду потемнело в глазах блин я по-разному реноски сана озвучиваю извините я просто не знаю как подобрать им голос кажется я ясно дал тебе понять что с моей дочерью у тебя все кончено но нет сначала мне пришлось везти ее из токио а теперь ты охотничество не так получается получается что так сталкер коротко ответил я ну и что же мне с тобой делать он сплеснул руками так натурально как будто делал что не в а моей жизни а нашкадившим в щенке без сомнения профессия разведчика подразумевает некоторую дольте от реальности но реноски сан как мне показалось частенько перегибал палку ну да как сейчас молчишь а ведь надо было думать до того реноски сан зачем все это я здесь и вы здесь и химицу тоже здесь вы хоть раз спрашивали и что она хочет хоть раз интересовать ее желаниями и чувствами вы же делаете вид что защищаете ее нет вы и сами в это верите верьте в то что делать так как будет лучше для нее но спросите химицу соглас ли она с вашими решениями устроить ее такое будущее ведь дело не только во мне когда остается учиться совсем ничего ей приходится все бросать всех друзей и подруг уехать из дома где она прожила всю жизнь это лучше для нее да она ведь даже уже не маленькой не маленький ребенок конце концов ты закончил холодно спросил реноски сан ни один муску не дрогнул на его лице николой ты просто не понимаешь жизни я уже говорю что мне жажда оказался того ситуацию но сейчас уже ничего не исправить все твои слова и действия это просто юношеский максимализм как ты себе представляешь совместим совместное будущее сына советский шпион и дочери японского разведчика гайзины и японки но ведь химицу японка только по наполовину недовольство промелькнул на его лице но буквально на мгновение а все-таки это с мамой химицу все-таки были скандальчики да и реноски сану явно была неприятная тема бывшей жены а бывшей жены тогда все объясняется и интересно как связано то что она была русской с тем что он работа по русским мигрантам а может и и это бывшая жена была как раз таки работников корпорации где тут причина а где следствие ты не оставляешь мне выбора что посадишь наш тюрьму да и что просто пристрелите меня от этих слов а главное от мысли о том что моя жизнь может закончиться здесь сейчас перехватило дыхание тогда знаете хотя бы что химицу меня видела вчера ночью и что она в этого никогда не простит реноски сан закрыл глаза и тяжело вздохнул не усложняй все еще больше николай ты знал чем все это закончится когда ехал сюда не знала я ничего такого хотя ты искал ножок приключения а особенно хотел это смыть самому себе смерти и ведь действительно ни о чем подобное я и не думал дети не должны отвечать за грехи отцов не я не химицу за ваши слова не более жизнь не телесериал а ты не главный герой ты до сих пор считаю что я тебя в чем-то подозреваю он успехнулся и прошелся по комнате взад-перед словно изучая гостиничный номер оценивать стоит ли здесь останавливаться подошел к окну и выглянул на улицу задержался на пару секунд и кинул кому-то внизу папа папа с таким холодным расчетом он относился ко всему и к выбору мебели в комнате и к человеческим жизням если бы это было так мы бы как раз мы не разговаривали что здесь и сейчас люди случайно попадают в неприятной ситуации у них в жизни происходят беды тоже случайно и никто не виноват и ничего не исправить просто надо жить дальше двигаться вперед но ты не хочешь топ сейчас на месте и создавая трудности другим а вот это уже неприемлемо случайности понимаешь череда событий которые происходят сами собой в которых никто не виноват а ты пытаешься обвинить меня кабаяши корпорейшн японию всех кто подругу подвернется создавая всем в том числе и себе трудности мы не можем этого допустить я что по-вашему приехал сюда к черту на рога расследует убийство моих родителей во мне началась закипать искренне ненависть к этому человеку ну вот и опять за свое убийство я приехал сюда только ради химицу перебил я его пусть даже последний рад но я хочу услышать от нее и от нее все ее не позволите встречаться с химицу решительно произнес он я начал прикидывать перспектив дальнейших действий конечно рюношки сана уже за 50 но все же он тренированный разведчик а кто я а кто я такой к тому же у него наверняка при себе есть оружие но в любом случае на а значит пытаться бежать не вариант по крайней мере на этом этапе ты уже достаточно созданном проблем николай пойдем все все все-таки в тюрячку да он взгляду показал на дверь куда давай ради бога без этого его голоса звучал стальные нотки и меня раскатела спорить пока мы спускаясь на первый этаж у меня никак не шло из головы перекошенное мукой лицо химицы в окне дома ее бабушки нет это совсем не выражение отчаяния скорее так могла выглядеть винт с ожидающие спасения мы вышли на улицу перед гостиницы стояла черная тойота на месте водитель сидел какой-то мордоворот не отрынул устававшись уставившись и на меня а тем временем городок уже давно проснулся здесь рано ложатся спать ну и рано встают по улице снова улыбающиеся бабульки улыбающиеся детки открывая свои лавки из гостиниц по выползали сонные туристы может я и не смогу справиться с рюновским саном но уж точно он не станет устраивать перестрелку здесь и сейчас о своих спринтерских качествах я был уверен и извините рюновский сан он непонимающий посмотрел на меня давайте закончим этот разговор в другой раз а я бросился бежать только взяли подписали вот такое а знаете что я побежал ветер хреста по лицу легкие обжигали морозный утренний воздух все тишин занесется до меня незнакомый голос стой я не смел обернуться не мог даже придумать об этом рев вода приближался я свернул в узкий переулок между домами не будут же они стрелять мне в спину средь бела дня курортный городок не лучше место для погони на автомобиле похоже скоро это понял и вереноский сан с подручными шум двигателя и виск колес окончательно стих явно выскучил на главную улицу и быстро огляделся все как будто в порядке немного отдышался и быстро прикинул что делать дальше если они не смогли меня понять то в первую очередь постараться перекрыть все пути к отступлению а это как минимум железнодорожной станции и гостиниц куда я мог бы вернуться но я не доставлю рюновский сан такого удовольствия не 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 цель ясна маршрут известен я должен поговорить с химицу чего бы этого не стоило даже если это будет последнее что я сделаю в жизни что может сказать о беге обычный человек наверняка что ровная нагрузка полезно для сердечных систем давай философствовать пробег давай давай коленька но это если разобраться очень поверхностно и не полное умозаключение я никогда не был особенно спортивным но при этом не имел лишнего веса не курил и даже периодически играл футбол пробежать несколько километров до дома к павушке кимитсу легко конечно глупо был пытаться обогнать автомобиль и серию нас сразу поедет туда у меня нет шансов после пары минут я немного сбавил скорость таком то или всю и дистанцию бежать невозможно поймав дыхание я принорвился к определенному ритму и не сифер от легко толчок ногой и вот я словно взмываю выезд на несколько метров а затем опускаюсь на землю мягко опружение чтобы тут же снова взлететь трудно бежать и одновременно думать о чем-то я и не пыталась все было и без того понятно мой путь пролегал по небольшой по возвышенности внизу растерял растила зеленеющие поля который как тонкий шрам разрезали залежно-дорожные пути сторону токи медленно полз поезд огибая горы нависающие над всем пейзажем словом молчаливый страж я бежал вперед а поезд ехал в обратном направлении и интересно возвращается ли на нем дома то не воспитанная девушка девчушка дорога свернула в лес да и дорога это уже не назвать было тяжело так узкая тропинка извивающие змеей между деревнями а что если это тот самый лес самоубийц а я слышала в японии есть на самом деле ли самоубийц и там даже блин это был несколько лет назад когда иностранный блокинг кто приехал в японию увидев картину там действительно уже побешенный человек уже был заснял его просто засмеялся он уже потом и извинялся перед теми перед зрителем и так далее то что вы извините это у меня это была такая реакция ну да боксе мы продолжаем набегу я повертел головой по сторонам но не заметил ничего необычного не трупов не призраков не даже диких животных тогда прибавил ходу и вскоре пробежал по деревянному мостику через небольшой ручей доски по под моими ногами над натужно скрипели как будто старик на чем свет стоит ругает молодежь где-то за спиной неожиданно раздался крик птицы похоже на вопль вопль отчаяния я запнулся за корягу и рухнул на землю сильно ободрав ладони но это остановило меня лишь на пару секунд и вот явно пучусь вперед сквозь это этот странный лес будто бы продирают сквозь жизненные преграды оставляя посадить столько всего что раньше сдерживал меня лучи солнца пробиваясь через густые кроны деревьев я весь смог вот то и дело заливал глаза соленый мерзкий жгучий мне приходилось постоянно протирать их я моргал как так часто что начал ощущать ощущать себя фильме о братьев люмьер 16 кадрами в секунду через некоторое время удалось о себе знать и сердце удар становится все отчетливее все чаще каждый удар отдавал в голове кровь пульсировал в песках заложил уши и пришлось нервно склотнуть что оказалось непросто потому что во рту было абсолютно сухо за деревья появился просвет и я вылетел к небольшому доме к которому было никак не меньше пары веков уже рядом участки плотно прилегают друг другу без какого-либо системы и плана один побольше другой поменьше треугольные квадратные прямоугольные где-то вообще не было капитальных построек где-то ютились лишь липкие лачуги на некоторых стояли дома как покрепче но в целом в этой деревне точно не было зажиточных крестьян хотя бы никого раскулачивать хлыкну я и тут же начал задыхаться можно было бы проникнуть проникнуться дополнительно уважали крылья с кида за то что он смог отсюда выбиться в люди однако обычно великий деятель и выход и выходит из низов на детях я не природа отдыхает под на свою долю лишь лишений и страданий затем они часто переносят свое извращенное понимание справедливости на собственный народ примеру тому в истории массы имени хотелось сейчас обращаться только к истории россии я бежал по утрамбованию глине которая здесь видимо заменяла асфальт бумажные хижины мелькали перед глазами вот какая-то столетняя папка замахала метло в мою сторону и что-то закричала вида ли дело бегать посреди дня я слишком устал чтобы как-то реагировать дома химица оставалось каких-то 100 метров последний рывок из-за поворота показался знакомая крыша так часто бывает ты запоминаешься отдельные детали из общей картины на кусочек другого цвета цветов пазли из десятка тысяч частей все крыши в этой день были примерно одинаковые все домики примерно высадные однако я безвошибочно узнал узнал нужный мне господи и мы так бежали ее философству и размышляли ой господи бежал потвор я согнулся пополам уперев руки в колени воздух со свистом выходил из широк и широко раскрытого рта ну вот я и на месте машины реноски сан нигде не было видно и я попытался сделать шаг вперед но не смог даже поднять ногу она оказалась каменной взросший в землю ударил несколько раз кулаками по колени и медленно покачиваясь поплёк в двери пожалуйста будь дома просто будь дома шептал я мне нужна всего минута нет даже полминуты пять секунд мне хватит я пять секунд чтоб все сказать пожалуйста только будь дома мне показалось что я слышу где-то вдальке шум автомобиля но в следующую секунду все вокруг но заполнилось из привычными звуки иди деревни голосами домашней скотины и птицы потрескиванием дров шуршанием пилы и стуком молотков я почувствую все с лишним здесь сначала в этом типичный японском захолостя а потом и в японии вообще не могу себе представить как будто жить вот так даже с химицу это все совершенно не мое тут же захотелось немедленно вернуться к токио с его бешеность скоростью жизни и пульсом под 200 ударов в минуту именно там мое сердце и должно биться так часто не здесь перед дверь дом в котором выросло ни одно поколение семей это я постучал ждать пришлось даже слишком долго или просто время пузов слишком медленно наконец-то ты послушались все те же шаги словно кто-то тащил по ополу что-то тяжелое створка двери отъехал в сторону из-за не появилась бабушка химицу и как он она очень очевидно не была рада моему визиту и даже не особо пыталась это скрыть мне нужно поговорить химицу твердо сказал я хорошо что уже успел отдышаться и у нас киеве не велел ответил она после паузы на ее морщине стульца отразилось жалости как будто бы понимание видимо решил что притворяться дальше бесполезно это очень важно и для меня и для нее хорошо наконец согласилась бабушка и отошла в сторону я обижал дом и закричал химицу сколько лет прошло с тех пор как я был здесь последний раз но внутри дом казался таким же каким остался в моих детских воспоминаниях химицу выглянул из соседней комнаты не как он я я и как назло в решающий момент я не нашел нужных слов более того я вообще него сказать ничего челезно раздельного и как он зачем ты пришел она сделала несколько шагов не на встречу но остановилась словно нерешительности вчера и я думал ты понял нам не о чем говорить тогда просто послушай я собрался силами я люблю тебя я поняла это слишком поздно но хочу чтобы ты знала да я понимаю что мне нет прощения за все что я сделал я понимаю как долго ты меня терпел и благодарен за это я приму любой твой ответ для меня главное чтобы ты была счастлива химицу стояла и ним не мигающим взгляд смотрел как будто сквозь меня я уже говорил что любишь а потом снова вернулся к своей кати нет никуда и не возвращался это недоразумение можете и говорю правду но сам понимал а нас она слышала уже столько подобной лжи что вряд ли поверит кэзи тут совсем ни при чем я понимаю как это выглядит со стороны ну я не вру конечно мне надо было раньше все решить с ней сразу как только она вернулась и за это тоже прости я просто должен был поговорить с тобой прежде чем но приплетать сюда реноски сана с его угрозам было бы нечестно тогда у химица просто не казалось бы выбора прежде чем уйду прости меня если сможешь никак он она опустила голову никто не виноват кроме меня я сам все испортил я слишком поздно понял что для меня самое главное в жизни не как он я не ценил то единство что было ценно воспринимал как должность считал что она никуда не денется самое главное то что было нужно мне как воздух без тебя у меня нет ничего без тебя мне ничего и не нужно и как он химицу плакала инстинктивно я предлился что утешить ее но замер сейчас я не имею на это право со двора донес шум мотора затем послушались голоса мы возможно больше никогда не увидимся не забывай меня помни что у нас было много хорошего они только плохое и знай что я все это дело не со зла просто такой вот я человек и еще раз прости за все и как он топок прихожий в комнату улетел живу на ски сан я плохо поняла что дело потому что действовал практически бессознательно о лавни и хихих локей я схватил химицу и поцеловал я понимаю конечно коленькая все такое но ты назло отцу химицу так сделал серьезно оля она вздрогнула от неожиданности но не попыталась вырваться николай послушали где-то на краю сознания голос ее отца я не обращал внимание лишь смотрел в ее широко раскрытые зеленые глаза в них уже не было слез те самые глаза которые всегда были первым что я видел просыпаюсь с утра да я всю жизнь любил химицу просто не понимал что бывает и такая любовь не похожая на страсть которую я испытывал кэтрин наконец наши губы размолкнулись химицу так и не ответила на поцелуй и вновь опустила голову ну что намиловались а теперь вон отсюда закричал реноский сан нет папа почти шепотом сказал химица все также смотря в пол что нет папа хватит уже громче достаточно все решал за меня в моей жизни я уже не ребенок он новый спрайт новый спрятат химицу она вдруг повернулась к нему сжал маленькие кулачки и сверкнул глазами я люблю не как она и нет и никто другой не сможешь этого изменить пусть ты считаешь что это неправильно что я буду несчастлива но этот мой выбор пусть никакой тебе кажется не идеальным пусть даже это и правда не жить они тебе я замер забывая дышать пусть ты считаешь что он в чем-то виноват я точно знаю что никакой не сделал ничего плохого он столько всего пережил ты просто не имеешь права так к нему относиться так относиться к нам можно и не будем счастлив твои понимали счастье но нас такая жизнь устраивает это что мы вместе никак не вредит твоей работе чем бы ты там не занимался на самом деле мы химица обернулась и посмотрела на меня с мольбой мы любим друг друга я не удержался и торжествуюсь и устраивался на юноске сана на мол выкуси конечно не стоило но такого уж я именно про это и говорил химицу это уже просто ни в какие ворота вытукнул и прислонился к стене прости папа но тебе придется смириться с моим выбором она подошла вплотную ко мне и взяла за руку или он уйдет но уйдет вместе со мной гринанский сам по блине в уголках его глаза появились глубокие морщины ты хоть понимаешь что делаешь все я понимаю он посмотрел на меня но уже без безлобно скорее даже спрося о помощи ладно конце концов я действительно не могу за тебя жизнь прожить но если вы думаете что дальше все будет так же легко даже если не будет мы останемся вместе мечты молодости в носке сам усмехнулся бог с вами но нам надо поговорить не бойся ничего я ему не сделаю предупределом возможно негодование химицу но едини я ненадолго все будет в порядке я крепче жал руку химица затем отпустил и вышел вместе с его отцом во двор ты должен понимать во что связываешь николай сразу же начал он да и и мне есть и честно плевать на тебя я беспокоюсь только о дочери ты можешь писать ее под удар вот вся и проблема в том что я ищу вошеньки не понимаю реновский сам выглядел как будто бы расстроенным в его взгляды даже мелькнул жалость ко мне как показалось на мгновение какие у тебя отношения с кгб я тут же вспомнил что безбожно наврал ирине про документы найдены у это про то что знаю больше честно на самом деле коля ты придурок и самое главное договорился связаться с ним на следующей неделе нет неправильно ты сказал то что ты начнешь звонить бабушки и дедушки теперь это краски будет знак ты не обещал что на следующей неделе ну в общем то никаких тут не все так просто у тебя любимое слово просто что ли куда уж сложнее неожиданно усмехнулся он даже портсигар поднял на меня глаза его виновата улыбнулся никак не могу бросить космос советский портсигар у японца это что-то новенькое советские сигареты тем более крепко затянулся и продолжим так что ты можешь мне рассказать а вы мне а то как-то нечестно получается очень даже честно и правильно чем меньше ты знаешь чем меньше если что сможет подставить химицу при носке сан она же не ваш агент чтобы ее подставлять это ничего не меняет я тяжело вздохнул и задумался рассказать ему все здесь и сейчас значит признать в нем своего союзника довериться человек который еще минуту нас считал главным врагом да теперь у него похоже нет выбора хочешь не хочешь а придется смириться с тем что химица выбрала меня однако он уже не раз показывал что готов на все ради достижения цели и что я получу взамен вы меня защитите от русских от корпораций корпорации тебе не угрожает а на мере русских мне неизвестны ну да конечно собрать два раза подряд в одной картин коротенькой фразе и глаза не моргнув я сразу хочу уточнить носки сан вы ведь теперь на одной стороне он помедлен с ответом и на стороне химицу так что пока она на твоей стороне когда вы так говорите вам тяжело верить можешь не верить чем более трезво ты смотришь на ситуации тем лучше и так что тебе известно я напрягся с тем что то внутри может быть шестое чувство не давал рассказать ему всю правду русские несколько раз выходили на меня и требовали просили бумаги документы информацию о работе отца но я ничего об этом не знаю я вам об этом уже говорил тоже сама сказала им прости но и не готов считать как бы полными идиотами если на тебя выжить то у них есть на это основание основание я закатил глаза вам всем вне зависимости от страны похоже уже достаточно то что я русский это конечно играть свою роль а логика сюжета чем бы не занимался отец я не в курсе и я словно со стороны услышал свой собственный голос он звучал пылко и уверенно хотя сейчас я брал может быть приносится и знает про эти балластические ракеты но пока что это единственная крупица информация за которой я могу зацепиться возможно единственно что в дальнейшем спасет мне жизнь остался вопрос сириной который будет ждать звонка и я опять отчертя голову прыгал в омут этих шмионских игр забыв ахимицу чтобы и дальше с нами докурив сигарету или носки сан хотел бросить бучок на землю нос похватился боязливо как-то по-детски оглянулся на дом и затушил окурок пальцами и было в этом действие что-то такое простое и понятное я не только боюсь отца химица но и уважал его но это он не вести сильный есть вопрос на которого у него нет ответов существуют ситуации в которых он теряется и вещи кто его пугают так сможет ли он защитить меня нас ведь теперь главное для меня быть рядом с химицу и неважно где в токио окруженный как бы и агенты корпорации или здесь вступая в скуке и однопразии японской деревне ее полугую химицу хочет вернуться домой да но или ты пока где-то причем не хочешь возвращаться в токио его лицо вновь приняло бесстрастное выражение то самое рабочее выражение опытного разведчика можно мне сначала поговорить об этом схемицу ушел я от прямого ответа конечно холодно ответил ли носки на и вернулся в дом не успел я вновь что скажу как на пороге появилась химицу и как он что такое давание здесь мы отошли от дома метров на 30 не как он она удивленно хлопала глазами твой отец предлагает вернуться в токио ну так это же здорово да здорово с одной стороны но там меня могут ждать люди с которым не не хоть не хотелось бы встречаться а теперь они могут ждать еще и тебя химицу на минуту задумалась но потом уверенно сказала папа нас защитить я конечно не хочу говорить про его отца ничего плохого а может исследовала еще пару часов назад он фактически угрожал мне убийством но и его возможности есть предел и что нам тогда делать что хороший вопрос что-то собралась сделать здесь одна ну я как-то даже не думала химица пустила за и покраснела в каком смысле не думала мне показалось что рано или поздно все как-нибудь сама может решиться что-то это мне напоминает ты серьезно скричал я естественно я не подозревал химицу блистательность стратега но такая пассивность и in the инертность по отношению к собственной себе это слишком тяжел даже для нее я была очень зла на тебя она надулу губки и повернулся ко мне полоборота витая простота сказал я по-русски она не понимаешь посмотрел не но я но я отрезал неважно и так на химица рассчитывать не приходилось оставалось надеюсь что вы не носки сам сделать все чтобы защитить свою дочь а что касается меня придется положиться только на себя и решать вопросы по мере их поступления какая же ты у меня дуреха притянул химицу ближе обхватив задаль и поцеловал все озабоченный ты какой господи коля поля сейчас у нас решается важный момент а ты тут ты лавашки устроил никакого она пыталась оттокнули слава больше ради приличия не волнуйся никто не смотрит ну токио значит токио вздохнул я сборы не заняли много времени очевидно химица действительно не планировала здесь оставаться надолго потому что взяла с собой минимум вещей может я погорячился и стоило просто подождать пока она перебесится и заставит от вернуться домой нет прочие эти мысли я сделал все правильно именно так как и нужно было единственным возможным способом наверное во всех моих действиях и особенно мыслях пресли прослеживая идея некого мучений 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 ства ой господи где-то подсознательно я ждал что потерплю неудачу и буду прибить прибит кресту рюновский саном пострадав во имя любви и опять этот мне плоский симулякор высшее чувство или презрительно смеющийся над из них неизменно мирским проще говоря уверен химицу было бы больше рада за что я жив но не с ней чем обнаружить что я пошел на смерть ради нее к тому же удалось вы выключить у бабушки парочку никуманов мы возвращались токи и вот уже за холостный город скрылся вдалеке шоссе шло параллельно же железнодорожным путям и я вновь отметил какой-то пар поразительно разный вид открывается на одну и ту же местность из поезда и из машины сейчас встроенные ряды ряды и деревьев по обочине казалось неприступно к оградой скрывающий за свой какое-то сокровище за ними было не видать гор и от этого создалось ощущение что мы находимся в какой-то не низине болоте химису положил голову мне на плечо и заснула я искаловил гневные взгляды рюновский сана зеркало заднего вида и через раз виновата улыбался в ответ его руки нервные ерзи по рулю бывали бывалый разведчик или будет правильно когда разведчик даже не пытался скрыть свое отношение к происходящему ну что поделать отец же интересно что его больше бесит сам факт того что химиса вот так ничего не стесняясь любит ко мне или то что она это делать на глазах у собственного отца ну наверное как вы и то и то который просто поставлен перед фактом и не может ничего возразить мы подъехали дом уже затем на химису с трудом продрала продрала глаза и вылезла из машины продрала чё нам не мой вопрос и у нас кисана ответила надо покормить не как она вздох вобравший в себя все отцовское разочарование и раздражение был слышен кажется всей округе ну блин ну извините мистер это я достал ключи и отдал ей скоро буду скоро приду химица не стала спорить и оставила нас вдвоем или носки сан мне вдруг захотелось назвать его ото сан отчего лица перекосилась из-за плохого содержимого смешка а как же школа и и разберусь удивительно ловко у вас получается понять как раз неделю вот так вот менять школу собственной дочери это сейчас не самое главное но не для химицу он опять сдохнул и в этот раз скорее устала николай запомни ты должен сообщать мне обо всем ревновский сам посмотрел по сторонам и быстро забарабанил пальцами под торпеде обо всем что там происходит обо всех на контактах с кгб или другим подозрительными личностями подозрительные личности это например с кем например да ты меня понял ходит придуриваться не то чтобы я на самом деле его понял но мог догадаться будь я смотрю на тебя и никак в толк не возьму не возьму что же чтобы случилось за последний год понимаю родители до этого да это трагедия особенно для ребенка до остался один но от такого люди скорее закрываются за ты злоба на весь мир а ты и вновь сдох в этот раз означающий окончание разговора химицу готовил ужин и через ту весе напивался под нос какой-то попсовый мотивчик для нее как-то как будто вообще ничего не произошло просто обычный вечер я сидел перед телевизором не особенно обращаю внимание на то что он показывает грыз подвернувшиеся под подругу зубочистку и то и дело подглядывая на свою новую девушку и носки сан сказал что решит вопрос со школы вот сайте она обрадуется до коротко бросила на не отводя взгляд от шинковальной доски ты рада конечно ну и хорошо я не хотел сейчас заводить и схеме серьезных разговоров должно пройти какое-то время чтобы ее эмоции улеглись да и мне не помешает взять передышку чтобы спокойно все обдумать дом твоей бабушки такая ностальгия когда я там последний раз был лет 78 назад какие-то так окажется что то что совсем ничего не изменилось вот так и правда особо ничего не изменилось бабушки наверно везде одинаковые правда я своих плохо помню был слишком маленький конечно родителям у мамы были на похоронах не как он нож затих да ничего все порядке ты ведь их помнишь улыбнулся я да ну вот разговор свернул не туда естественно будет выглядеть немного странно сначала всем сообщает что я больше не буду здесь учиться а вот у меня такая хоп и вернулась неожиданно оказалось что я сверстки проголодался но она и к лучшему жалко было бы школьный школьный фестиваль пропускать я все-то согласился с юношки сам насчет того что школа сейчас не главная проблема никакой что да промучал я снабит ртом ты меня совсем не слушаешь ты прямо как стоматолог который задает вопрос пациент прямо в процессе лечения химица надул губки все опять стало нормально будто и не был то сягот и невзгод последний к ней будто химица никуда и не уезжала будто я и не бежал за ней сквозь тот волшебный лес спасаясь от ее же отца я просто устал не готова моя психика к таким потрясением все будет хорошо она сделала меня за руку от это я вдруг так растрогался что почувствовал сейчас заплачу повернул голову чтобы она ничего не заметила и пусть даже все слишком сложно сейчас моим единственным желанием было чтобы этот миг не кончался я тебя люблю я говорю уже не припомню химица сделала серьезное лицо но не выдержал и рассмеялась я притянула к себе и поцеловал это был наш первый настоящий поцелуй я лежу в кровати и думаю о будущем сегодня моей жизни перевернулась одна страница уступив место чему-то новому кажется там полным полно каких-то слов обсадцев и знаков припинания но все они сливаться в один размытый мираж потому что это только вариант будущего а черные симоны на белом листе наших жизней обретут свою форму и неизменными останутся в вечности только потом когда мы свои пластомки сами их там начертаем 28 сентября 87 скоро дата на календарной сменится и за сентябрь последует октябрь моя жизнь и время уже изменилось вчера я долго не мог заснуть и вновь и вновь покручивая в голове произошедшее к ночи вернусь тяжелой мысли о том что как бы и корпорации наплевать на нашу любовь арина скисан не всемогущ однако начинался этот день так же как всегда но сейчас именно подобно начал я и ждал скрип открывая все двери сад легкого дуновения прохладного утреннего воздуха дни невесомое касание губ и милый шепот над над ухом давай соня ну ладно ребят на этом мы закончим всем большое спасибо за просмотр ставьте лайки обязательно подписывайтесь на мой канал и группу вк и оставляйте комментарии всем большое спасибо всем пока